Всем привет! Меня зовут Ирина. Сегодня сделаем расклад на тему события, меняющие все в вашей судьбе. Какой знак даст Вселенная? По какому сигналу свыше вы догадаетесь о том, что будет ваша судьба меняться? Или какая-то ситуация конкретная, в зависимости от того, что вы сейчас загадали для себя. Итак, знак свыше. Вот чего вам ждать? Здесь, смотрите, сразу показывают сомнения ваши, какие-то внутренние страхи. Вы сомневаетесь, возможно, в чем-то. Вы сегодня не решаетесь на что-то. Это может быть выбор между чем-то и чем-то. Две башни здесь. Это может быть ситуация, которая вам не ясна до конца сегодня. Это может быть подвешенное состояние, которое пока, скажем так, является для вас неким проигрышем. Здесь нужно определиться. Именно вот это подвешенное состояние как бы провоцирует страхи, провоцирует сомнения. Вот зерно сомнений прям сеют в вашей душе. Возможно, это иллюзорное восприятие чего-то. По Луне часто может так проиграться. Человек ждет чего-то. Причем конкретных фактов для реализации этого нет. Вы не понимаете, почему вы ждете? Вам кажется, что это должно произойти, но это не происходит. То есть здесь момент какой-то остановки, нерешительности. Когда человек либо не готов к выбору, либо сознательно не хочет его принять, либо кто-то манипулирует, кто-то держит в иллюзиях, что-то обещает. Мужчина, например, что-то вам обещает, что-то пытается гарантировать, но при этом это на деле никак не проявляется. Только на словах. Что-то здесь такое иллюзорное, что-то эфемерное. Что-то, что не имеет сегодня твердой почвы под ногами для вас. Вселенная будет вас выводить из этой ситуации. Давать вам знак какой-то. Указывать направление через этот сигнал свыше вам. Для того, чтобы вы вышли на какую-то дорогу уже. Чтобы ощутили эту твердую почву под ногами. Здесь действительно могут вами управлять. Кто-то почему-то видит вас такой водной королевой, женщиной, девушкой, которая внешне может быть красива, и вы так производите впечатление хрупкой дамы. Вас хочется поддержать, вам хочется посочувствовать. Часто, знаете, королев кубков воспринимают как внешнюю картинку. Думают, что женщине мозги не нужны. У нее внешность есть, глаза у вас большие. Такие выразительные, да, или черты лица выразительные. Внешность у вас немножко, знаете, такая вот, как вы, ну не как у всех, да, вы выделяетесь в толпе. У вас светлая кожа, может быть. Ну вот такой вот у вас холеный вид. Внешняя картинка, да, такой вот дамы, которая ухаживает за собой, холит, лелеет себя, хотя это может быть вообще не так. Но вот воспринимают вас так, окружающие здесь. То есть кто-то вас не знает, кто-то думает, что вы вот такая, какая вы есть внешне, и пытается вами манипулировать здесь. Вот карта Луна как раз об этом и говорит. Здесь в большинстве случаев, наверное, проиграются все-таки манипуляции. А может быть и так, что вы хотите уйти от чьей-то указки, да, здесь люди пытаются вам навязать какое-то мнение, вот какой-то путь могут навязать. Вы пытаетесь от этого уйти. Люди надеются, да, что вы последуете их советам. А вы себя ощущаете, как в плену. И постоянно ищете возможности, как выйти из этого плена, как сделать так, чтобы было хорошо для вас. Чтобы ваше сердце радовалось, да, чтобы была лёгкость, чтобы вы ощущали свободу. Здесь читается желание женщины, огромное такое желание, выбраться из какой-то ситуации, которая давит, которая лежит тяжким грузом. Вы устали жить в этих обстоятельствах. Вы переживаете. Эта ситуация вызывает у вас недоумение, да, какой-то эмоциональный отклик, излишне эмоциональный. Да, вы эмоционируете, вы нервничаете, вы постоянно тревожитесь, вы плохо спите, кто-то здесь плачет, да, слёзы прям. Ну вот, давлеющие обстоятельства, которые вы изменить не можете. Но здесь я так скажу, Луна — это что-то навязанное, это что-то иллюзорное. Вы сейчас не видите выхода из этой ситуации исключительно потому, что вам навязывают так информацию, да. Это какая-то неверная информация ещё может быть, кстати, по Луне. всё преподнесено вам в таком свете, что вот вам кажется, что это неразрешимо, что это тяжёлая задача какая-то, да, которая вам не подвластна, вы не подтянете эту задачу. Здесь внушается какой-то страх, вот цель — внушить неуверенность, чтобы вы видели только внешнюю картинку обстоятельств, да, и не погружались внутрь. Вот какая-то такая здесь ситуация, да, вот такой клубок, знаете, вот запутанное что-то. Вот у вас спутанность сознания какого-то проиграется, да. Вы оперировать пытаетесь фактами, но не приходите к логическому умозаключению. Вы не понимаете, делать вам выбор, не делать, оставаться на прежнем пути, либо новое что-то рассматривать. Как только вы пытаетесь найти выход из этого лабиринта, вас кто-то раз, и опять этот лабиринт заключает. Это хождение по замкнутому кругу какое-то. Ну, давайте посмотрим, что за ситуация. Пусть карты нам расскажут подробнее. Это с мужчиной связано. Это связано с неким мужчиной, который очень доволен сегодня тем, что он держит вас в определенных обстоятельствах, в обстоятельствах несвободы. Тактика его общения с людьми, не только с вами, вообще с людьми, она вот такая. Держать человека под своим контролем, да. Внушить что-то человеку, убедить его в чем-то. То есть этот мужчина постоянно находит логические доводы для того, чтобы оперировать фактами, для того, чтобы его мнение выглядело убедительным, да. Его слова как бы вот прям в душу западали. Вот такой момент есть. Его слова как в душу вам западают. Вы понимаете, что этого человека, но не хотите как бы слушать, да. Его советы вам безразличны. Вы его видеть можете, не хотите в своем пространстве. Оторжение идет. Но его слова настолько в душу западают, что вы не можете с этим ничего поделать, да. Вот как он говорит, так ситуация и развивается. По его сценарию вы никак не можете выйти вот на путь, где вы могли бы совершенно отдельно от этого человека как-то жить. Сосуществовать с этим человеком вы не хотите. Вы не хотите быть с ним в одной упряжке. А ему хорошо. Видите, он радуется, он ликует. Потому что, ну, вы находитесь под его контролем. И его пока устраивает то, что вы делаете, да, как вы относитесь к жизни. То есть, может быть, вы какого-то мужчину ожидаете, сидите на ожидании, не один год уже, да. Он вам может там обещать сказки, рассказывать, что он разведется с супругой, да, и будет с вами. Но он не собирается этого делать. Он здесь держит вас как запасной вариант. На всякий случай. А вдруг там с супругой не сложится, да. Ну, мужчине же хочется всегда сидеть на двух столях. Не каждому мужчине, конечно. Ну, вот в данном случае такая ситуация. Такой человек. Всем хочется сохранить хоть какой-то тыл, когда где-то произойдет башня. Либо это ваш начальник. Может быть, коллега по работе. Может быть, кто-то из близких родственников. Родственники тоже манипуляторы, да. Нам кажется, что люди, с которыми мы росли вместе, они всегда будут хорошими, они будут нам надежным тылом, но далеко не всегда так происходит. Жизнь людей, ну, не то чтобы меняет, скажем, просто каждый, повзрослев, показывает свое истинное лицо, да, выполняет свою миссию. Если начальник, то здесь, конечно, вас держит на каких-то обещаниях, в иллюзиях держит. Может обещать зарплату, там, не знаю, повышение в должности, какие-то еще для вас, какие-то возможности для вас, да, может быть, открыть, обещает. Ну, вот, это все на уровне иллюзий, да. На самом деле это нужно ему для чего? Человек очень хитр и расчетлив. Он сейчас делает так, чтобы освободить себе путь для реализации чего-то, что он себе запланировал. То есть вы можете помешать ему на этом пути в качестве сотрудника, либо человека со своей принципиальной позицией. И вот чтобы успокоить вас, чтобы вы не мешали ему в реализации своей задачи, он вас успокаивает какими-то обещаниями. Так, ну, давайте еще раскроем эту ситуацию. Посмотрим, что здесь будет происходить. Ну, вот здесь, понимаете, как? Сильные позиции сегодня пока на стороне этого мужчины. Но будет переход, смена акцентов, переход сильных позиций, переход от слабого, звена к сильному, да, это ваш переход судьбоносный, вот, в позицию императора. То есть переход из королевы кубка в позицию императора. Вот можете себе представить. Здесь, конечно, будут события, которые, ну, откроют в вас какую-то ранее непонятную вам ресурсность какую-то. То есть вы на себя посмотрите другими глазами. Вы поймете, что вы сильный человек. Вот вы о себе никогда могли и не думать, что вы сильная женщина. Но здесь обстоятельства покажут, что вы сильный человек. Вы объявляете войну этому мужчине. Но это не так, что вот вы будете бороться, там, конфликтовать, да, и, не знаю, там, взаимные оскорбления, еще что-то, выяснение отношений. Здесь не об этом. Вы повернете куда-то, знаете, вот как путь какой-то увидите внезапно. Внезапно увидите путь. Измените траекторию своего движения. Здесь так показывает. То есть мы уже подходим к теме нашего вопроса, да. Нам показали вас, вашу ситуацию. И сейчас мы подходим к теме вашего, нашего вопроса, к теме вашего будущего, того знака, который даст Вселенная. Я вижу, что вы здесь уже путь все-таки видите. То есть высшие силы вам посылают какой-то сигнал. И вы обратите на него внимание. Там начнется рост. Это будет, знаете, вот путь борьбы для вас, борьбы с этим человеком. Он на вас по-другому посмотрит. Он на вас посмотрит по-другому. Вот что-то вы такое сделаете. Или решение какое-то примете. Или суметь вырваться из его вот этих пут, из цепей вот этих оковов. оков, которые он, в которые он вас заключил. Что-то вы такое здесь совершите, чем очень сильно его удивите. Очень сильно. Но это, конечно, высшие силы. Не иначе. Только высшие силы могут дать вам знак. Здесь сама Вселенная начинает работать над вашей ситуацией. Она помогает вам, потому что вы человек совести. Вы живете по совести. Вы человек, по сути, чистый. Такой внутренне свободный, но при этом очень терпеливый. в какой-то момент терпение ваше лопнет. Вы перестанете этого мужчину терпеть и отправляетесь действительно в новое плавание. И надеяться вы будете по сути только на Вселенную, только на высшие силы. Это ваш путь интуитивный, больше интуитивный. И ваши надежды на Вселенную полностью оправдаются. Вы будете защищены от холодных ветров, от снега, дождей, мороза, от этого холода, агрессии внешнего мира, от этого холодного мужчины. Полный кубок. Здесь у нас чаша вашей судьбы полна. То есть вы не понесете никаких потерь. Хотя этот человек, конечно, достаточно жестко как-то вот с вами будет продолжать себя вести. Он не смирится с тем, что вы пойдете по иному пути. Он не готов принять ту перезагрузку, которую вы хотите реализовать. А вы хотите нового пути, вы хотите новой жизни. Вы к этому готовы. Вот почему приходит сигнал, мне показывают свыше, потому что человек готов. Вы не хотите мириться с обстоятельствами. Вы пытаетесь изменить свою жизнь хоть как-то. И у вас это получится. Вы перезагрузитесь полностью и перезагрузится ваше пространство. Вы дадите понять этому человеку, что вы пойдете дальше путем правды. Пусть это ваша личная правда. Пусть это ваше субъективное видение того, как нужно жить, как строить свою жизнь. Но это ваше право, ваше право жить именно вот так. И вы больше не позволите этому человеку командовать вами, манипулировать вами и предоставлять разного рода неверную информацию. Вас обмануть будет трудно, потому что карта правосудия. Человек, который видит истину. вы будете видеть истинное положение вещей. Это интуитивное видение. У кого-то может и логика, но все-таки королева кубков это интуиция. Человек видит мир, понимает, мир осознает его явление через интуитивное мышление. То есть вы будете видеть больше, чем другие видят. Это путь вашей правды, как я уже говорила. это путь туда, как вы это видите, куда вы там наметили. Вот так, как я это вижу, так, как я это хочу. Какой сигнал вам будет дан? Какой сигнал? будет хаос? Смотрите, как вы распознаете этот сигнал? Будет хаос, потому что вы выходите из-под контроля этого мужчины. Вы откажетесь что-то делать, например, не пойдете по его указке что-то выполнять. Вы больше не будете ждать этого человека. Вы можете поставить его перед фактом. Тем самым создается хаос. Но на самом деле этого он и боится. Хаос — это тяжелая ситуация, непростая. Это может быть и конфликт. Он может сорваться на вас, не знаю, унизить, оскорбить, как-то сэмоционировать. Вы можете тоже, соответственно, ответить. То есть начинается хаос. Это первый признак того, что ситуация сдвигается с мертвой точки. Что вы выходите из иллюзий, из сомнений, из страхов, из вот этого ожидания. То есть будет хаос какое-то время. Будет непонятно, к чему ситуация идет. Вы можете даже еще, знаете, думать о том, что не надо было это начинать. То есть будут сомнения некие, но назад уже не повернуть, потому что карта суд здесь должна произойти перезагрузка. Из два аркана старших суд и правосудия. Назад пути нет. Вы уже внутренне, как-то вот интуитивно выбрали свой путь, путь правды, путь следования своим жизненным принципам и приоритетам. Назад пути уже не будет. Процесс запущен. Видите как? Процесс запущен. Но вы окажетесь в одиночестве. Возможно этот мужчина был какое-то время для вас в чем-то поддержкой, несмотря на свои минусы, на то, что он вами манипулировал так активно. Он был для вас в некоторой степени такой стабильностью, тылом может быть даже. Потому что здесь я вижу, что после начала этого хаоса вы оказываетесь в полном одиночестве. Он предоставляет вам свободу, потому что понимает, что вы мыслите. Вы думаете, вы планируете, вы не дадите больше собой манипулировать. И вы какой-то период будете в одиночестве действительно находиться и будете переживать о случившемся, потому что жизнь в этом хаосе, но она такая неприятная конечно история, неприятная вещь. Это период, знаете, когда человек не знает, что дальше делать, как бы между прошлым и будущим. Ты понимаешь, что в прошлое тебе возврата нет, потому что там полный хаос, и там не принимают тебя вот таким свободным, независимым, и думающим, мыслящим. и между будущим, которое еще не настало, не знаю, что будет впереди, отчаяние, страх быть в одиночестве всегда отныне. Вот он сигнал, поняли, услышали, что за сигнал. Ситуация хаос и ваши отчаяния, безысходность, что дальше делать, я не знаю, а потом быстро идет развитие событий. Потом начинает быстро все меняться, потому что вы становитесь на свой путь. Это выход из оков, это ощущение свободы и очень быстрое какое-то начало. Вы быстро сориентируетесь в том, что нужно что-то начинать. То есть здесь даже не один сигнал, прошу прощения, влетает в ваше окно. несколько сигналов. События будут развиваться очень стремительно. Какие-то двери будут открываться мгновенно. Вам нужно будет ловить эти возможности. Понятно, что во все двери войти не сможете. Надо будет как-то найти свою, определиться, что ваше. И вы определитесь, вы сориентируетесь. идет быстрое и очень перспективное начинание. Ну, посмотрим, чем обернется для вас это начинание. Решительный шаг вперед. Назад я точно не пойду, только вперед. Такие мужские энергии, да, вы будете мощный стимул в себе развивать, поддерживать этот огонь внутренний. У вас будет цель, у вас будет задача, у вас будет полное четкое представление о том, какого будущего вы себе хотите. Выход из пассивной позиции, да, выход из пассивной позиции в активную. Вы стабилизируете свою жизнь и будете всегда на коне. Вот как-то так сумеете начать что-то, рассмотреть что-то, что станет для вас точкой отсчета в новом пространстве, в новом начинании. Это как будто угадываете подходящий момент. Это какая-то деятельность, которой вы начинаете заниматься. Это просто выход, может быть, из отношений зависимых. Вы могли в материальном плане от этого мужчины зависеть, и поэтому терпеть его выходки. Или еще по каким-то параметрам могли от него быть в зависимости. Здесь выход на свободу и четкое понимание того, чего я хочу и как я это буду строить. Я начинаю что-то, я начну с малого, Паш Кубков здесь, вернее Паш Пентаклей был. Я начинаю с малого, но это для меня потенциал, это ресурс, это то, что я хочу видеть в итоге. Картина будущего будет перед вашими глазами. Перед вашими глазами. Это будет стабильная жизнь, это будет комфортное существование по девятке Пентаклей, но это будет новая жизнь, ибо здесь окно, окно в новую жизнь. с вами мужчина будет новый человек, новый человек, знаете, вы его выделяете из толпы, вот как-то интуитивно почувствуете, что это ваш человек. Видите, какой здесь период вашей жизни наступает, очень непростой, период переходный от пассива к активу. Вы человек по жизни пассивный, хоть вы и внутренне такой сильный человек, имеете стержень, несмотря на столь такое, знаете, хрупкое внешнее составляющее, имеете все-таки этот стержень, но почему-то пассивная позиция, почему-то страх сделать шаг вперед, может быть действительно зависимые отношения с этим мужчиной, может быть еще какие-то моменты, но здесь переход этот произойдет, он неотвратим, этот переход от пассива к активу, вы поймете, что ваша активность это ваше движение вперед, это значит, что вы можете себе написать новый сценарий своей жизни, своей судьбы, и в этот непростой период, когда вы будете в отчаянии, одновременно что-то начинать, появится человек новый, новый мужчина, вы выделяете его из толпы, возможно это тот, кого вы давно ищете, вы мысленно давно ищете человека, хотя могли быть в отношениях очень долгое время с этим королем мечей, но ваша душа ищет другого человека, и вот он приходит, но приходит тогда, когда вы оставляете это пространство, вот он сам вас находит, но это будет другая жизнь, карта смерти, это в общем конечно, я сейчас мысленно спросила, как будут складываться ваши отношения с этим человеком, какая будет у вас жизнь, мне показывают смерть, но это совсем по-другому, вы будете удивлены и впечатлены тем, какой этот человек, по своей природе, он другой, вы может быть и не знают, что такие мужчины и бывают, вот такой человек вам идет, очень сильно вас удивит чем-то, какими-то своими благородными качествами, вы не ждете такого человека, вы реально думали, что с мужчиной в отношениях можно быть только зависимой от чего-то, от его блага может быть, от него, а здесь вы абсолютно свободная личность в этих отношениях, здесь нет третьих лиц, показывают, нет людей вмешивающихся и создающих проблемы в отношениях, то есть этот человек умеет принимать мужские решения, почему люди третьи лица вмешиваются в отношения, ну если со стороны мужчин, там родственники, да, то конечно здесь исключительно потому, что мужчина не может принять мужское решение, у вас могли быть проблемы во взаимоотношениях с этим человеком, потому что третьи лица вмешивались и третьи лица вмешивались, пытались вас подчинить, предоставляли вам иллюзорную какую-то информацию, да, и этот мужчина еще плюс поддерживал, у них там может быть и с третьими лицами этими борьба была, вот у мужчины у этого и с этими людьми, да, тоже могла быть борьба, вот как на вас воздействовать, как вас посадить в эту тюрьму, да, как вас привязать к этой ситуации, здесь большое желание у людей ограничить ваше пространство, какую-то свободу вашу ограничить, но мужчина как-то это по-своему решил, а люди по-своему, вот какое-то такое давление извне на вас идет, у вас просто не было сил, может быть, энергии не было, чтобы что-то начинать в жизни, но вы это завершаете все, из пассивной фазы переходите в активную, показывая всем, что вы выбираете новый путь, не с мужчиной вы не будете, да, не бороться с его свитой, вы выбираете новый путь, вы не хотите бороться больше, даете всем понять, что вы не хотите бороться, хотите, чтобы обстоятельства работали на вас, вы хотите вкладываться в отношения и получать результат, да, вы не хотите бороться с третьими лицами, вы не хотите что-то доказывать, вы от этого всего уходите, Вы понимаете, что это вам не нужно и неинтересно. И вы идёте по пути своей мечты, просто доверившись Вселенной. И вы угадываете. Вот вы здесь угадываете. Здесь по карте звезда исполняется ваша мечта. Встретить человека, ну такого, какого вы ждёте. Вы сами внутренне понимаете, да, кто вам нужен. Он идёт к вам. Как посланец свыше. Поэтому ещё будете счастливы. Вот вам события, меняющие всё. Второй – это анализ, да? Сценарий предполагаемый. Вы можете его взять, можете не взять. Всех благодарю за просмотр. Желаю всем любви, добра, удачи. И прощаюсь с вами совсем ненадолго.